Сидишь такой, никого не трогаешь, дописываешь оставшиеся выпуски эпохи мобилок, и тут крики со всех сторон. Мало того, что игра стремительно набрала 3 миллиона виш-листов в Стиме, мало того, что её сделал один человек, так это ещё и градостроительный симулятор про Средневековье. Мимо такого пройти нельзя, так что мы посмотрели, что там за Мэннер Лордс такой, и спешим поделиться с вами впечатлениями. Приветствуйте средневековых лордов! Его сценаричество — Максим Астанин, его дикторство — Антон Киреев, его монтажёрство — Богдан Андреев. Всех, кто не подписался или не включил уведомления в теманицу, а остальных ждёт увлекательный исторический экскурс. При знакомстве с детищем разработчика Грэга Стичина я попался в ту же ассоциативную ловушку, как и многие игроки. При одном взгляде на страницу в Стиме, описание игры, скриншоты, трейлеры и всё прочее, средняя реакция будет одной и той же. Наконец-то новая цитадель! Её упоминаний сегодня будет много, так что пусть монтажёр повесит какой-нибудь смешной счётчик. Вспоминаешь строительство требушетов, хмель, пожранный долгоносиком, могучего Депюса и понимаешь, что вообще-то чертовски по всему этому соскучился. И рука сама тянется к кнопке покупки игры. Конечно же, эта кнопка была в нашем магазине IGMGG. Вместе с Manor Lords, которая само собой есть в ассортименте, можно ещё набрать хитов бонусом. Например, любителям средневековья наверняка зайдёт Kingdom Come Deliverance. Как раз пока все ждут вторую часть, пора бы и к первой приобщиться. Если нужно что-то масштабнее и эпичнее, можем предложить Dragon's Dogma 2. Из проверенной годноты недавно появился Doom Eternal. А как в него наиграетесь, можно будет продолжить драйвовы Рубилова в Dead Island 2. Всё это и многое другое будет радовать вас не только геймплеем, но и скидками вплоть до 90%. За сервис можете не переживать. Оплата производится легко и любой доступной картой, СБП, Юмани или что у вас есть под рукой. А в случае вопросов на выручку примчится поддержка нашего магазина. Как всегда, ссылка на IGMGG прячется в описании ролика. Переходите и затаривайтесь играми, а я продолжу. Manor Lords с порога большими английскими буквами предупреждает. Проект всё ещё допиливается, а перед нами версия для раннего доступа. На это стоит обратить внимание, поскольку как в ролике, так и в геймплее этот нюанс периодически будет всплывать. Сразу скажу, что ничего криминального это не влечёт. Мы тут не в Star Wars Jedi Survivor играем, но об этом я ещё расскажу далее. После неоднозначного окна начинаются хорошие новости. Первое – можно врубить русский язык. Для средневековой аутентичности никто не мешает оставить английский, но учитывая большое количество деталей геймплея, наличие русского крайне радует. Вторая новость – здесь есть кастомизация игрока. Аватарок лишь девять штук, но зато свой герб можно как собрать из горы пресетов, так и нарисовать самостоятельно. Свою картинку требовалось по олдскульному руками отнести в директорию игры. Хммм, да с таким можно и Ютуб покорять, и поселение отстроить. Ранний доступ даёт о себе знать наличием целых трёх сценариев и аж одной картой для всего этого дела. Сценарии отличались разным набором настроек, главная из которых была конечная цель – развитие поселения, захват всех территорий в регионе или оборона от врагов, соответственно. При желании можно было сказать «мне виднее, как играть» и «накастомить что-нибудь самостоятельно». Отдельно хочу похвалить три местные сложности. Стандартное изи-нормал-хард – это хорошо, но название формата «почилить, поиграть и запотеть» говорят мне куда больше. И далее начинается геймплей. Причём это происходит со всегда присутствующим лагом в пролёте камеры. Самое смешное, что это единственный лаг, замеченный мной на разном железе на протяжении кучи часов геймплея. Вне зависимости от сценария игрока десантировали на карту, выдавали ему мешок ресурсов, пяток бездомных нахлебников и требовали из этого набора сложить слово «счастье». После беглого разбора интерфейса здания и местности я понял, что меня жестоко обманули. Это не стратегия в реальном времени, а градостроительный симулятор с упором на экономику. Ну, вообще-то об этом и на странице в Стиме писали, но эти средневековые домики на скриншотах полностью рассеяли моё внимание. Признаюсь честно, в этот момент я слегка пожалел, что вписался в эту авантюру. Но работа есть работа, так что пришлось взять себя в руки и попытаться научиться руководить средневековым населённым пунктом. Здесь ярко проявился один из самых неоднозначных аспектов игры. Дело в том, что даже со включёнными туториалами Manor Lords выдаёт инструкции крайне неохотно и хаотично. Далее будет рассказ о работе экономики в Лордах, так что желающим вникнуть самостоятельно крайне рекомендую тыкнуть вот на этот тайм-код. Итак, пример ситуации с обучением. Ещё минуты от старта не прошло, я с крайне озадаченным лицом изучаю интерфейс и нажимаю на кнопку строительства. Туториал такой – найди на карте все источники ресурсов, проверь плодородность почвы, если она не очень, займись торговлей. В целом, это дельный совет. Вот только я ещё не понимаю, как здесь добывать ресурсы, выращивать разные штуки на полях и торговать. Да фиг с ним как, я даже не знаю, что так вообще можно. Вы могли подумать, ну и пожалуйста, без ваших туториалов разберусь. Хе-хе, удачи! Самое время вернуться к сравнению с цитаделью. Сколько там было ресурсов? Кажется, пара десятков, если посчитать разные виды еды, оружия и материалов. А тут только их список задолбаешься листать. Причём ресурсы могут быть похожими между собой. Например, ловушка новичка – это три вида дерева в игре. Опытные корсары могут вспомнить, что у них когда-то тоже были доски, красное и чёрное дерево. Вот только там эти ресурсы между собой практически не пересекались. Здесь же у нас есть брёвна, доски и дрова. Включая здравый смысл, можно предположить, что доски нужны для строительства и делаются из брёвен. Да, но и сами брёвна неплохо расходуются на строительство. Казалось бы, дрова тоже делаются из брёвен. Но нет, они, как и брёвна, получаются из обычных деревьев. На каждый из трёх ресурсов необходимо построить отдельные здания. И только попробуйте их перепутать. Работник, занимающийся дровами, ни за что не пойдёт приносить вам брёвна, пока вы его руками не выставите из одного здания и назначите в другое. Окей, а нафига нужны дрова, спросите вы? Ответ сам по себе очевидный, но в рамках игры на него ушёл отдельный десяток минут. Как и в других градостроительных симуляторах, здесь есть механика, механика, поглощение ресурсов вашими подопечными. В нашем случае это банальная еда и небанальное топливо. О том, через какое количество времени ваше население вымрет от голода или заморозков, говорит маленькая цифра посреди самолётной панели наверху экрана. О том, как добывать еду, нужно провести отдельную лекцию. А вот те самые дрова как раз и идут на топливо. Поэтому если вы по рефлексу из, например, всё той же цитадели поспешили настроить зданий, в которых делают доски, то вы не правы сразу дважды. Во-первых, потому что для досок нужны брёвна. И во-вторых, потому что в первую очередь город нужно обеспечить не досками или брёвнами, а дровами. Из этого всего коварная игра сама ни о чём не расскажет. Максимум, который можно от неё получить, это потыкать в подсказки зданий да во внутриигровую справку. По идее, последняя как раз и должна спасать затупивших пеньков вроде меня. Однако сейчас она содержит очень мало информации. Кое-где её просто нет, а местами ещё и локализацию не завезли. Что-то из этого, разумеется, будет дополнено в будущем, но есть ощущение, что справка и финальная версия останется на уровне повествования сюжета в Бладборне. Этот вывод у меня появился после того, как я всё-таки совершил усилия над собой, достал мозг оттуда, куда его затолкали современные туториалы, и разобрался в механиках. Естественно, большая часть моих познаний была добыта методом проб и ошибок. В частности, вы можете обратить внимание на крайне всратую застройку городов, которая произошла у меня именно из-за непонимания происходящего. Теперь-то я знаю, что дальневосточные города не проектировались пьяным архитектором. А это просто нуб пытался в механиках разобраться. Но чувство того, что ты начинаешь что-то понимать, а твои производственные цепочки внезапно заработали, просто бесценно. Представьте, что вы только съехали из родного дома и начали самостоятельно жить. Вроде как вы видели все базовые действия, необходимые для нормальной жизни. Но всё равно день за днём приходится постигать премудрости вроде планирования расхода купленной еды или оплаты коммунальных счетов. Естественно, сегодня у нас есть интернет, и в любой непонятной ситуации можно облегчить себе жизнь нужными знаниями. Но вот то самое чувство, когда обстановка перешла из состояния «Господи, а что тут делать-то надо?» в состояние «Сейчас это сюда, это вот так, и всё пучком» это едва ли не самое приятное, что есть в лордах поместий. Причём не думайте, что это одноразовое «Ах, как приятно!» а дальше игра становится рутиной. За стабильным поселением приятно наблюдать, и лорды в этот момент становятся безумно залипательными. А потом экономика заставит вас выйти из зоны комфорта, чтобы продвинуться к новым технологиям и ресурсам. Тут будет ещё немного гайда по игре, поэтому вот вам второй тайм-код. По-прежнему советую им воспользоваться, чтобы оставить себе больше радости от решения головоломки. Собственно, как только вы разобрались с деревом, нужно будет заняться едой, причём срочно. Выращивание пшениц – дело трудоёмкое, так что сразу в него не уйдёшь. Охота и сбор ягод – наше всё. В это время, скорее всего, у вас пара семей добывает дровишки, ещё пара занимается едой, и одна осталась на строительство. Для последнего обязательно нужны никуда не назначенные семьи. Экономика выровнялась, голодная и холодная смерть никому не грозит. Надо бы задуматься о дальнейшем развитии, а свободные руки закончились. И тут пришла пора ознакомиться с местной системой населения. Здесь новые люди не выходят магическим образом из городского центра. У вас есть пять стартовых семей, а новые появятся только при наличии пустого дома. Хотите организовать 30 рабочих мест? Извольте найти место для 30 домов, отгрохать их, а потом ещё и прокормить 30 семей. А как вы хотели, всё как в реальной жизни! Надо сказать, что реализм выступает действительно важным аспектом геймплея. Например, в игре есть календарь со сменой времён года, и каждый из них будет определённым образом влиять на геймплей. Внутриигровой сетки, как во многих представителях жанра, здесь нет. Издание строится не по клеткам поля, а, как скажет игрок, многие ресурсы тут не бесконечные. И если механика иссякания источников руды – вполне обыденная штука, то вот возможность вырубить к хренам все деревья вокруг и сидеть без древесины – куда более неожиданная. Но по-прежнему реалистичная и логичная. И такие штуки лишний раз убеждают в том, что Manor Lords – головоломка под видом стратегии. Например, в какой-то момент население потребовало одежду. Мои остаточные воспоминания от древнего сити-билдера фараон Клеопатра сказали, что для этого нужен лён. И действительно, его тут можно выращивать. Лён даёт ткань, а из неё делается одежда. Стоит отметить, что реализм тут не оголтелый. Его завезли ровно столько, сколько необходимо для интуитивного понимания процессов. А в остальном игра позволяет себе вольности. Например, здание может строить кто угодно, и для этого не нужно иметь специальную бригаду строителей. А вот если бы мне дали два бревна, я бы вряд ли из них соорудил домик. Зато я могу соорудить качественный контент, в чём вы можете убедиться и тут, и на нашем Boosty. Там вы можете найти эксклюзивные ролики, которые при всём желании не пропустят цензура Ютуба. Контент найдётся на любой вкус. Рядом с серьёзным и вдумчивым роликом о том, как японскую войну показывают в видеоиграх, расположен не менее крутой, но куда более жёсткий ролик о поехавших модах в Garry's Mod. Для людей культуры припасён ролик о том, так ли важны жопы в играх. Так сказать, и эстетическое удовольствие, и глубокий анализ. Всё это и многое другое ждёт вас по QR-коду на экране или по ссылке под роликом. Реализма добавляет и графика. То, насколько картинка хороша, вы наверняка уже рассмотрели на футажах. Но помимо того, что всё отлично выглядит и не лагает, здесь можно насладиться деталями происходящего. Местные жители действительно носят ресурсы, строят у вас на глазах здания, работают в поле и занимаются прочей активностью. Советую для этого снять игру с ускоренного режима, на котором вы наверняка будете почти всегда, и полюбоваться всем в реал тайме или даже на паузе. И после того, как вы полетаете камерой почти над самой землёй, неосторожный взгляд игрока может упасть на кнопку под аватаркой. Дамы и господа, представляю вам режим от третьего лица. Без шуток, это великолепная опция. Вы можете прогуляться пешком по вашему поселению, вживую увидеть работу ваших подопечных и заценить масштаб строений. Это буквально квинтэссенция того чувства, что ты разобрался в премудростях, совершил ряд действий и теперь у тебя всё заработало. Ходишь и думаешь, что вот это всё я сам сделал. Но руками местных жителей, конечно, но это детали. В этот момент цитадель с её невозможностью хотя бы управлять лордом просто нервно закуривает. После такого опыта начинаешь прощать лордам вообще всё. Пофиг, что почти всех коллизий с объектами нет. Моделька вашего персонажа одна и та же вне зависимости от выбора, а никаких взаимодействий в этом режиме не предусмотрено. После первой же грозы, прогремевшей над моими домами, я понял, что этот обзор будет полон любви и обожания. А самое смешное, что даже с учётом отсутствующего функционала и того, что этот режим сам по себе один большой гиммик, оно всё ещё выглядит гораздо лучше и увлекательнее, чем смута. Да, а вы думали текст на обложке кликбейт? Однако ложку дёгтя положить придётся, а то нас не получится упрекать за объективность в обзорах. Не всё в игре радужно даже с учётом раннего доступа и специфичного ввода в геймплей. Самым смущающим моментом оказалась затянутость каток, сравнимая с многолетними матчами в третьих героях. Возможно, что, когда рука в лордах набьётся, поселение получится отстроить за считанные виртуальные месяцы. Но сейчас плавное и постепенное развитие может длиться буквально часы реального времени. Это, конечно, не прям минус игры, но и вечера на одно поселение может не хватить. А ведь здесь можно ещё выйти на добычу руды, производство разных товаров, даже на выход в другие регионы и налаживание торговли между своими поселениями. А если вы воевать захотите, то это вообще смерть. Снова вернёмся к цитадели. Вам срочно нужны войска. Вы добываете дерево, получаете золото с налогов, ставите мастерскую стрельника, казармы, получаете луки и нанимаете лучников. Вуаля! За несколько минут вы уже не с голой жопой. Здесь же может пройти это к часа три, прежде чем вы доживёте до момента, когда об армии вообще можно задуматься. Помимо действительно огромной цепочки производства, нужны ещё сами бойцы. И тут перед игроком возникает болезненный выбор. Либо у него будет огромный жилой комплекс, населённый исключительно военными людьми, либо весь город подрывается и идёт покорять соседний регион. Есть, конечно, наёмники, но почему-то, когда мир нуждался в них больше всего, они исчезли и больше не появлялись. Да и всадить на них всё бабло тоже выглядело как-то сомнительно. В качестве вишенки на торте здесь продолжает выступать ранний доступ. Чем дальше идёшь по игре, тем больше фич прикрыта табличкой «Ребят, подождите, скоро всё будет». А поскольку армия относится скорее к позднему этапу развития, там такие моменты ощущались неприятнее всего. Например, нападает на тебя недружелюбный сосед. У тебя есть три кнопки – объявить ему войну, откупиться деньгами и попытаться договориться через дипломатию. Угадайте, какие две кнопки из них недоступны и не оставляют мне мирного решения. Опять же допускаю, что есть способы выйти на оборонку быстрее, особенно с учётом наличия сценария про ранние нападения. А может и нет – хрен его знает на данном этапе разработки. Недоработки экономики также давали о себе знать. Как и многие другие, я столкнулся с легендарным боссом игры – всепожирающим изготовителем луков. На то, что эта скотина все доски в городе пожрала, жалуется буквально каждый, кто дошёл до производства оружия. И теперь у меня 150 луков, ноль досок и никакой возможности выключить этого монстра. Явно это случилось не по дизайну, так что остаётся только ждать патч. В итоге получается крайне неоднозначная вещь. С одной стороны, отсутствие обучения, малое количество контента, недоделки, периодически проскакивающие баги и большая затянутость сессий как бы должны намекнуть, что у игры есть серьёзные проблемы и её надо бы наругать. С другой стороны, Manor Lords потрогала такие струны моей геймерской души, о существовании которых я даже и не догадывался. Есть тайтлы или даже жанры, которые мне приятно проходить, и там нет никаких сюрпризов. Здесь же звёзды сложились так, что игра способна вызывать щенячий восторг на, казалось бы, ровном месте. С третьей перед нами всё ещё версия в раннем доступе. Многих фишек, начиная от описаний в справке и заканчивая целыми зданиями и технологиями, тут ещё нет. Так что в идеале стоит подождать и оценить финальный продукт со всем доделанным контентом. С четвёртой стороны, всё это сделал один человек, и проделанная работа даже на текущем этапе заслуживает всяческих похвал. Так что я забью на подсчёт плюсов и минусов, который здесь всё равно ничего не даст. Manor Lords в любом случае заслуживает внимания и с огромной вероятностью может подарить положительные эмоции. И при взгляде на то, что Грег Стичен уже успел навертеть, возникает большое желание увидеть дальнейшее развитие проекта. Так что, видимо, мой виш-лист отправляется к остальным трём миллионам, содержащим лордов поместий. На этом прекращаю свои дифферамбы и приступаю к сбору Дани. С каждого по лайку, нажатому колокольчику и комментарию. Напишите о том, зашла ли вам эта игра и собираетесь ли вы в неё засесть. Заходите в наши соцсети ВК, Дискорд, ТикТок, Твич, Телеграм и Бусти. Скоро услышимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok